В маленьком городке Твин Пикс на берегу реки обнаруживают тело 16-летней Лоры Палмер, мёртвой и завёрнутой в полиэтилен. Примерно в это же время находят её сверстницу Ронет Пуласки, которая всё ещё жива, но ничего не помнит. За дело берётся ФБР. На помощь местному шерифу Гарри Трумэну в Твин Пикс отправляется специальный агент Дэйл Купер. Он выковыривает из-под ногтей Лоры бумажку с буквой R. Эта улика связывает случай в Твин Пиксе с другим убийством, произошедшим неподалёку год назад. В ходе расследования выясняется, что старшеклассница Лоры изменяла своему бойфренду Бобби Бриксу с байкером Джеймсом Хёрли. К тому же она торчала на кокаине и занималась проституцией. В последнем ей помогали наркодилер Жак Рено и дальнобойщик Лео Джонсон, чья жена Шелли крутит роман с Бобби. Лиланд Палмер, отец Лоры, убивается от горя, а её лучшая подруга Донна Хейворд влюбляется в Джеймса, и они вдвоём пытаются найти убийцу. Своё расследование также проводит порочная школьница Одри Хорн, по уши влюблённая в агента Купера. А её отец, местный магнат Бенджамин Хорн, вместе со своей любовницей Кэтрин Мартел плетёт хитроумные интриги. В их цели входит отобрать лесопилку и землю у вдовы Джози Пэккард. Ну так что будем делать? Перейдём наступление? Возможно, вообще не придётся ничего делать. Ещё парочка несчастий, и Джози сама загонит в могилу весь свой бизнес. Купер видит сон с одноруким Майком, длинноволосым Бобом, чёрным Вигвамом, Карликом и постаревшим собой. Он докладывает шерифу, что именно этот сон должен привести к убийце. Мой сон — это код, который нужно разгадать. Разгадаем код, раскроем преступление. Подозрение падает на Рено, который владеет борделем одноглазый Джек по ту сторону от канадской границы. Купер и Трумэн выманивают Рено в штаты, и тот получает пулевое ранение, пытаясь сбежать. Безутешный отец Лиланд проникает к Рено в больницу и душит его подушкой, чтобы отомстить за дочь. В эту же ночь Лео Джонсон по заданию Бена Хорна устраивает пожар в лесопилке, во время которого Кэтрин пропадает без вести. Сам Лео в эту же ночь тоже получает пулевое ранение и оказывается парализованным на всю жизнь. В последней сцене сезона стреляют даже в Купера, прямо в его номере отеля. В начале второго сезона Куперу, пока он лежит на полу и истекает кровью, приходит лысый великан и дает три подсказки, больше похожие на загадки. Заодно великан умыкает у агента золотое кольцо. Лиланд, воодушевленный тем, что убил Рено, сидеет в одночасье и возвращается на работу к Хорну. Дона замещает Лору, доставляя еду на дом людям с ограниченными возможностями. Благодаря этому она находит дневник подруги у затворника Гарольда Смита. Кузена Лоры, Мэдди, помогает Доне выкрасть дневник у Гарольда, но их авантюра приводит к тому, что парень вешается у себя в теплице. Купер в это время выясняет, что однорукий Филипп Жерар одержим потусторонней сущностью по имени Майк. Эта сущность дает задание Бобу, младшему по званию демону. Боб тоже вселяется в разных людей. Например, в Лиланда, который жестоко расправляется с Мэдди. Пока Купер во всех убийствах подозревает Хорне, к нему снова является великан и рассказывает, что в Лиланде живет убийца Лоры и Мэдди. Лиланд признается, что и сам был жертвой Боба с самого детства. Он кается в содеянном и умирает в тюремной камере у Купера на руках. Но на этом беды жителей Твин Пикса не заканчиваются. В лесах неподалеку прячется Уиндом Эрл, несколько умалишенный бывший агент ФБР, у которого с Купером старые счеты. Эрл втягивает своего бывшего протеже в шахматную игру, убивая кого-нибудь каждый раз, когда съедает фигуру соперника. Купер, опасаясь, что Боб надумает еще в кого-нибудь вселиться, ищет пристанище демона. Так он узнает о существовании белого и черного вигвамов. Это два портала в другие измерения, расположенные где-то в соседних лесах. В городе появляется новая девушка Энни Блэкберн, в которую Купер тут же влюбляется. Она выигрывает конкурс Мисс Твин Пикс, а Эрл ее похищает и тащит в черный вигвам. На самом деле опасная игра в шахматы всегда была лишь дымовой завесой. Для Эрла главная цель пребывания в Твин Пиксе — это возможность найти черный вигвам и использовать в своих целях его магическую силу. Заместитель шерифа Энди и женщина с поленом помогают Куперу найти вход в черный вигвам, чтобы спасти Энни. Там он оказывается в комнате с красными портьерами из его снов, где его поджидают великан, карлик и Лора Палмер. Там же ему встречаются мертвые люди, которые выдают разные устрашающие пророчества и пытаются сбить Купера с пути. В итоге он находит Эрла, и тот обещает отпустить Энни, но взамен ее жизни требует у агента его душу. Купер соглашается и получает от Эрла ножом в живот. Но тут появляется Боб и говорит, что Эрл не может забрать у Купера душу, а вот Боб может. Поэтому он сначала убивает горе шахматиста и забирает себе его душу, а затем пускается в погоню за агентом. Через какое-то время шериф Трумэн обнаруживает в лесу Купера и Энни. Те выбрались из черного вигвама, в крови и с ранениями. В шокирующей финальной сцене сезона Купер приходит в себя в своем номере. Он спрашивает у шерифа и доктора, как Энни, а потом идет в ванную чистить зубы, где в своем отражении видит Боба. Субтитры создавал DimaTorzok